По всей стране приступили к реализации нацпроекта по модернизации школьной системы образования. В нашей республике капитальному ремонту по федеральной программе подвержены 23 школы. В каждом регионе созданы рабочие группы по мониторингу проводимых работ. На одном из объектов аула Эльбурган побывала и наша съемочная группа. О том, какие строительные работы ведутся в школе, когда их планируют завершить и куда определили детей на время ремонта, узнавала Альбина Ламкова. Я очень рада, что делают ремонт, потому что там были некоторые неудобства в школе. Сейчас это все, говорят, исправят. И будет гораздо удобнее учиться. И места тоже гораздо больше будет. Школа аула Эльбурган была построена в 1969 году. За все это время проводили только косметический ремонт, но не капитальный. Поэтому здание уже давно созрело к организации масштабных строительных работ. Стартовали они в середине февраля. А тем временем, чтобы образовательный процесс продолжался, детей перевели в старое здание детского сада «Ленушка». Сами дошколята учатся в новом здании. А у школьников занятия проходят в две смены. Часы не сокращены. Мне нравится учиться. Я люблю предметы, потому что они дают много знаний. А в этой школе тебе новое нравится учиться или тебе прежняя школа нравилась? Прежняя? А что у тебя в прежней школе сейчас? Там ремонт. Школьники получают необходимые знания в полном объеме. Хотя и созданы для них все условия, все мечтают вернуться в родную школу. Хочу побыстрее вернуться. Я учусь в четвертом классе. Мне нравится сюда ходить. Очень. Я хочу учиться в современной школе. Я хочу, чтобы в школе нашей я увидела очень красивые классы. Чтобы там было очень красиво. Красивые стены, красивые парты, красивые доски. Учителя и ученики в предвкушении. Наверняка открытие школы после капитального ремонта воодушевит каждого. Чтобы закончить работы в срок, рабочие трудятся на совесть. В строительстве лет 25, если не 30. 90% демонтажных работ уже выполнено. На данном этапе работает сразу 6 бригад. У всех свои обязанности. Кто-то проводит отделочные работы, а кто-то занят электропроводкой. Каждый из строителей стремится к качественному выполнению работ. Занимаемся электрикой больше 20 лет. На данном этапе у нас происходит замена электропроводки. Сколько человек занимается электричеством вместе с вами? Вместе со мной 4 человека. Они перегородку берут. Хорошо, здесь вопрос о день. За всем уследить сложно. Но возможно. Для этих целей и создана комиссия для мониторинга объектов. Хорошее начало и работникам, и строителям, и УКСУ, и директору школы, всем, которые занимаются этим вопросом, можно сегодня сказать, ну, на отлично. А есть ли у вас замечания? Процесс идёт. Никаких замечаний нет. Люди работают. Ещё за ходом выполнения работ наблюдает и штабы родительского общественного контроля. Директор школы Фатима Шаева тоже ежедневно посещает школу. Она, как никто другой, понимает, что от качества работ зависит будущее учебного заведения. Мы очень хотим вернуться в нашу школу очень быстро. И мы надеемся, что к первому сентября мы вернёмся в современную, комфортную, новую школу. В ближайшее время предстоит полная замена кровли. Работы идут согласно проекту, не отходя от документации. Сдача объекта запланирована уже в августе. Строительное сооружение, находящееся в эксплуатации несколько десятилетий, нуждалось в капитальном ремонте. Работы проводятся серьёзные. Ну а как же? Речь идёт о наших детях. Рисковать их здоровьем и безопасностью нельзя. Основная динамика по проводимому ремонту будет видна уже через месяц. Альбина Ламкова, Ислам Урумов. Вести Карачаева, Черкесия. Абазинский район.